Доброго времени суток, ребятки, с вами Хася, и сегодня тот день, где мы будем смотреть на самых отбитых игроков нашей игры. Когда-то давно я снимал видео «Самые безумные игроки Тэнкс Блиц». Ну, Блиц. Кто помнит такие старые ролики, молодцы, кто не смотрел, можете на канале поискать. Много воды утекло, конечно, много всего произошло, и игра поменялась, ну и так далее. Вот. И пару дней назад, дней 10 назад где-то, я встретил поистине ни одного, ни 10 человек, целую группу безумных игроков Тэнкс Блиц. И сегодня я вам покажу целый клан таких ребят. С вас, ребят, лайкосик, подписочка, колокольчик прожмите, по ссылочке на ВК-плей подпишитесь, на телегу перейдите в описании, если же там розыгрыш идет, скоро закончится. Короче, все ссылочки есть в описании, переходите и не забывайте, что спонсор нашего шикарного ролика – это компания OneX, у которой лучшие коэффициенты на матче. Регистрация в один клик без паспорта, пополнение без комиссий, ну и, конечно же, вывод без потерянной большинства платежных систем, а там еще по ссылочке в описании слотики имеются. А если вы еще внимательны, то увидите там промокодик для новых игроков, которые при регистрации получают до 550 долларов на первый депозит, используя промокод, естественно. Ну а мы в Тэнкс Блиц смотрим, ужасаемся, не повторяем. Погодите-ка. Начнем мы с того, что в названии ролика уже написано, сам это отбитый клан, да? Клан называется Шоп. Инглиш мы все как бы знаем, совершенствует само собой, это магазин, да? Магазин что, безумство, каких-то таблеток каких-нибудь, ну черт его знает. В клане 43 участник, да не 50. 43 человека собралось в этом шикарном клане. Средний процент побед они имеют 54.37. То есть, ну не дураки совсем, да? Ну и самое главное. Среднее количество боев 126 152. На 43 игрока. Ни на 5, ни на 2, ни на 10, черт побери. На 43 человека. Среднее количество боев больше 100 тысяч. Какого черта же происходит? Клан Шоп, но написано старые пердуны. То есть, люди в возрасте, ну конечно, ну, возраст нужно иметь, чтобы накатать такое количество боев. У них телеграм-канал свой есть. Наверное, телеграм-канал. В Яндекс.Зене, а в одноклассниках есть? Нет? Набор в клана производится только головой клана и администрацией клана. Я вам спойлерну, там все администраторы клана, там все заместители, так что все равны почти. Любые действия связаны с приемом ла-ла-ла, неинтересно. В клане 37 плюс бойцов за 100 тысяч боев на ПМЖ. То есть, ПМЖ в танках, да? ПМЖ в танках. Клан Старый, коллектив немолодой. Мы играем для души, не для статистики, не для медалек и бустеров. Просто нам нравится играть в танки. Вот так бы всем. Хотите быть с нами, будьте, но знайте, что вас могут кикнуть в любой момент. Освобождаются места для игроков от 100К+. Ну, то есть, получается все логично. Ну, то есть, такая цель клана набрать вот таких вот чуваков. Создан клан, кстати, в 15-м году. То есть, клану уже 9 лет. Да. Тема политики и межнациональных отношений в нашем клане не обсуждается. Игроки замечены. Ну, короче, мы просто играем в танки. Нас вообще больше ничего не интересует. Только танки, только про танки. И если не про танки, то мы молчим. Ну, ладно. Итак, готовы? Это сильно. Почему-то, кстати, голова клана не имеет 200 тысяч боев, не 300. Но я вам спойлерну. Есть человек в клане, у которого 316 тысяч. У меня аккаунт у лет 9. По-моему, 9. По-моему, 9. У меня в 9 раз меньше боев. Ладно, справедливости ради, вот, ну, молодцы. Практически все молодцы практически у всех. Да, кроме одного, кроме одного человека. Ну, у него ник танкист. Ну, что с ним взять? У тех, у кого, ну, всех почти, у кого больше стака боев. Зеленая статистика. То есть, ну, это, это круто на самом-то деле. Кстати говоря, у этого товарища с ником Serkos58. 58 это год рождения, по идее. Получается, 2, 42, 54 года. 66 лет, получается, человеку, да? Если я все правильно понимаю. У него 10 дней назад было на 500 боев меньше. Скорость фарма боев вы поняли, да? Сильно. Отметки. Я думаю, отметки взяты уже на всех танках. Ну, человек, ты 43-м играешь. Что, 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 что не такое? Что не так? Это, это капец. То есть, если взять бои всех игроков этого клана, получилось у меня 5 миллионов 424 тысячи 579 боев. Я думаю, пока это видео записывается, уже боев больше. Это однозначно. Сегодня уже он поиграл кто-то. А, так они все почти сегодня играли. Ну, вот этот, видимо, немножко приболел. Сентября не играет. Ой-ой-ой. Ну, я даже не хочу знать, что с этим человеком стало. Он с июля не играет. Только начало дня. Вы что, ребята? Рабочий день, елки-палки. Ну, там пенсия, я понимаю, наверное. Ну, то есть, день только начался. И вот уже половина клана, даже большая половина, поиграла в танки. Не, ну, знаете, там, покурить с утра. Кофеек выпить с утра. Ну, всякие есть. С собакой погулять. Это у меня постоянно. То есть, у меня утро не начинается, если я с собакой не погуляю. Блядь, ну, начать день с того, что в танки зашел. Ну, это как будто странно, нет? Потому что, ну, как день начнешь, наверное, так он и продолжится. А ничего хорошего здесь не может быть. Тем более, ивент идет. Короче, меня... Меня этот клан очень порадовал адекватностью игроков в плане статистику. Процент побед. Но не порадовал количеством боев. Ну, ладно, мне не понять, мне не 40, мне не 50, мне не 60. Короче, мне... Может, я еще пока не познал дзен. Кстати, забавно то, что вот Сиркос, он прям вырвался. Он прям вот улетел от всей своей команды, от всего своего клана. Потому что вот 316 тысяч боев. И Миша, вот второе место, это 184 тысячи боев. Хочу тортик. Какого ты тортика хочешь, а? Не, ну вось... Вось... Бррр... Ну, восьмерик молодец, конечно, но танк не молодец. В общем, ребят, я очень жду ваших комментариев. Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу всего этого. Потому что мое мнение я высказал еще на стриме, потому что там были первые мои эмоции. Я там кончился просто... Сейчас я уже так немножко снисходительно к этому всему отношусь. Ну, вот человек, 164 тысячи боев и очень серьезный подход к Нику. Фон профиля красивый. Красивый фон профиля. А нереально. Подожди, то есть... У себя, братанчик, 16 тысяч боев на КВ-2, 11 тысяч боев на ФВ-215-Б-183 и еще 11 тысяч боев на Крушителя. Ну, допустим, на Крушителя я понимаю. Не понимаю, но понимаю, допустим. Возможно, я могу понять еще на Бабахе 11 тысяч. Ну, все-таки... Нет-нет, да залетит. Проргазмировать можно. Но 16 тысяч боев на КВ-2... Ну, меня, кстати, этот человек пугает, потому что у него 82% попаданий на Бабахе. Почему не 62? Почему не 72? Какие 82 у меня? Блядь, у меня бывает на танках такой процент. Ну, вы видите, на стримах, как я стреляю, там... Ну, фляжка у меня немножко не работает. Ой, не, все, это было... Это... Не, дальше я смотреть не буду. Это слишком сильный удар по моей психике. О, ну... Вот на 2-8-3-м. Понял же, что говно и не играет. Почему? То есть... Блядь, ну отрыжка. Не буду на нем играть. Так вот, запалеть, один из тысяч боев не понял на Бабахе. Как это работает? Ладно, ребят. Все, будем закругляться на этом. Людейший удар по моей психике. Спасибо вам за внимание. Передаю привет клану Шоп. Молодцы, что у вас остальные жопы, на самом деле. Вы же столько играть в танки и не сгореть. Это... Ну, это сильно. И респектус вам за зеленую статистику. Все. Я побежал. Все ссылочки в описании. Пока, давай.